здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня мы с вами будем говорить о очень интересном деле вы спросите как же я докатилась до этого вот так пришлось не скажу что меня нужда заставила скорее всего жадность и сейчас я вам расскажу такую историю как же эта бабка докатилась до самого доварения но вы знаете я делаю растирки я делаю ликеры а для того чтобы сделать ликер в каждый ликер нужно налить литр алкоголя 40 градусного алкоголя один раз купила литр отдала 10 евро второй раз купила литр отдала 10 евро еще еще спирт в аптеке покупала тоже платила 17 по моему 18 евро за пол-литра но правда он был высокого процента не советуйте мне покупать спирт в русском магазине мне он теперь не нужен просто однажды наш родственник сказал что он сделал себе самогонный аппарат и у меня возникла идея а почему бы мне не использовать самогонку для тех же настоек для растирок я конечно загорелась попросила у него чтобы он сделал нам самое необходимое и он конечно согласился и сделано сделал это называется охладитель или и змеевик весь процесс осадки пара происходит там и сейчас я вам это покажу ну вот дорогие мои друзья это есть тот агрегат с которого и началось все наше безобразие видите это охладитель которым находится змеевик вот сюда входит вода сюда выходит вода она входит снизу выходит сверху вот сюда подсоединяется шланг через который заходит сюда пар а вот отсюда вот из этого шланга и капает все безобразие кроме этого у нас есть вот такой сухопарник называется куда оседают все масла и все что очень вредно вредные примеси от самогонки вот подсоединяется а вот это вот это вот и подсоединяется вот сюда отсюда от сухопарника холодные все по застывало эти шланги используются в аквариумах для рыбок мы их покупали в этом магазине для аквариума и вот как то так ну вот на этой газовой плитки и происходит весь процесс варенье этого зелья ну вот он привез нам охладитель и мы еще сами уже сотворили сотворили отстойник вернее он нам привез крышку для отстойника и мы ну в общем начали это использовать как же я делаю самогонку я беру вот такие дрожжи которые называются водка стар или турбо дрожжи здесь один из языков русский на инструкции написано брожение получает очень чистый 14 процентный алкоголь и вот здесь идет инструкция для 25 литров алкоголя залить 21 литр теплой воды 30 процентный 30 градусной воды вот засыпать 6 килограмм сахара и хорошо перемешать до полного растворения высыпать содержимое этого пакета и еще раз перемешать сбрашивать при комнатной температуре в идеале 20-25 градусов готовность в течение 5-6 дней значит ингредиенты дрожжи питательные вещества витамины и микроэлементы это то что содержит вот эта пачечка вот эти дрожжи выписывает мне тоже мой родственник с какого-то там канала не знаю откуда я просто заказываю и получаю и беру самый обыкновенный сахар рафинат это песок вот беру так как написано в инструкции 6 килограмм сахара да вот выстаивается она очень быстро как только перестает играть и пускать пузыри то можно уже перегонять и получать чистый продукт мы перегоняем дважды мы сначала получаем то что получаем а потом разводим это все на поплав с водой перегоняем еще раз двойная перегонка сейчас я вам перегонку показать не могу хотя хотела у меня есть самогонка которая нуждается во второй перегонке вот ну погода не позволяет холодно и плитка слабая у нас она предназначена для кемпинга и поэтому я думаю что будет потеплее покажу весь процесс ну вот как то так у меня есть вот такой тридцатилитровый бачок он пищевой бачок в который я наливаю двадцать литров воды и вот здесь такой гусюк я его так называю в который я делаю водяной затвор кроме этого бачка в инвентарь входит еще вот такая фляжка на 25 литров на ней еще написано цена казахстанская а вот эта дырочка уже просверлена в германии вот эта фляга для чего больше не используется только для этого дела секретного кроме того что у меня есть фляга бачок для сбраживания брашки что еще у нас есть отстойник охладитель мне еще понадобились вот такие вещи как алкоголеметр это куплено в германии через интернет и он мерить до 100 градусов или до до 100 градусов алкоголь вот им я измеряю процентность алкоголя получившиеся у меня и довожу до 40 градусов никогда не оставляю крепче потому что крепче это уже не полезно и вот такой еще есть я привезла из Казахстана спиртомер называется спиртомер и вот такой маленький этот можно и в стакане измерить а вот это длинный только нужна емкость такая чтобы он не упирался в дно ну вот такие у меня такая у меня лаборатория ну вот быстро сказка сказывается да не быстро дело делается привез он нам охладитель и сухопарник а надо было флягу стали искать флягу по Германии чтобы купить флягу в Германии двадцати литровую тогда мне нужно было дать где-то сто двадцать пять евро ну мне же жалко жадная жалко двадцать пять евро за флягу я подумала мы едем в отпуск у нас оставались фляги от как это называется до от дойки вот такие двадцатилитровые и мы их оставили у нашего друга думаю попрошу у него одну флягу но когда я посмотрел в каком состоянии эти фляги думаю меня с ней в самолет не пустят мы поехали купили вот эту двадцати пяти литровую флягу за семь тысяч пятьсот тенге она была новейшая и везла я ее в самолете бабушка сшила на нее сумку с застегивающей замочком мы поставили туда флягу ничем не наполняли и на всех таможнях спрашивали что это у вас мы говорим фляга и так мы проехали до германии все получилось у нас вот привезли флягу вкрутили в нее штуцер как это называется сделали в ней дырку чтобы можно было подключить шланги и в этой фляге мы сливаем туда выигравшуюся уже выигравшуюся брашку и потом ставим на газовую плиту на плитку и выпариваем вот таким образом мы занимаемся самогоноварением простите меня люди добрые но я вам скажу честно я ее не пью и многие многие внук конечно приходил ребятам очень интересно как это самостоятельно делать алкоголь симонка очень заинтересована тоже она бы с удовольствием делала алкоголь сама потому что в германии это модно делать ликеры делать всевозможные настойки наливки и все прочее вот ну если бы сильно захотела я бы ее научила безобразию немцам в германии научить самогонку варить ну что еще сказать что такой опыт у меня был в казахстане я знала как это делается потому что потихонечку для своих нужд ну дома мы не гнали а родители да было такое что гнали для себя что еще я хочу сказать что в германии гнать самогонку не запрещено только если вы начнете ее ею торговать то тогда вы должны платить налог а так если вы производите и употребляете это в своем личном хозяйстве или в своей на свои потребности то это никого абсолютно не интересует поэтому не беспокойтесь никакой закон меня не привлечет никакой ответственности вот как то так вот сегодня я вам открыла такой секрет свой что я гоню самогонку безобразие правда в этом году мы ни разу не ставили брашку и не гнали потому что в прошлом году сделали столько что хватит на 2 года вот так мальчишки пьет водку Виктор мой тоже все мои ликерчики все эти я раздариваю обычно своим коллегам родным близким это вкусно сама не употребляя ничего с удовольствием бы выпила чего-нибудь но не принимает душа никуда не денешься вот такие сегодня у нас с вами секреты в преддверии нового года желаю вам счастья и здоровья желаю чтоб новый год стал намного лучше чем прошедший пусть ваши все мечты сбудутся все желания исполнятся пусть ваши возможности обалдеют от ваших потреб ой извините это неправильно пусть ваши потребности обалдеют от ваших возможностей вот как то так и до новых волночьих встреч на канале север это моя судьба всем пока пока пока